Всем добрый вечер. Четверг, 9 часов вечера. С вами программа «Искусство возможного» и я, ее ведущий, Сергей Ильин. И сегодня у нас в гостях известный политолог и журналист, ведущий Первого канала Максим Шевченко. Добрый вечер, Максим Леонардович. Добрый вечер. Тема нашей сегодняшней беседы – это политика и экспертные клубы. Но мне, наверное, хотелось бы взять ее несколько шире. Это политика, экспертные клубы, дискуссионные площадки и прочие подобные мероприятия. Наш гость участвовал и участвует сейчас в целом ряде подобных мероприятий. И именно поэтому я хотел бы, наверное, попросить уточнить некоторые дефиниции. То есть, скажем так, где у нас клуб, где у нас площадка, где у нас что-либо еще. То есть, дискуссия там, дискуссия там, эксперты тут, эксперты там. Что общего, хотя бы содержательно и по форме в том числе. То есть, то ли клуб – это некий набор постоянных участников, экспертов, и на этом различия заканчиваются, то ли как-то еще. И что зато для каких вещей полезнее? Ну, клуб, как я понимаю, это все-таки собрание людей, которые объединены какими-то общими идеологическими, ну, какими-то общими взглядами политическими, общими идеологическими подходами, и которые, в принципе, объединяются для того, чтобы дискутировать, обмениваться мнениями, заниматься разработкой каких-то доктрин, идей и, может быть, даже пропаганды иногда, если это публичное мероприятие, публичное заседание клуба. Но все-таки клуб является носителем всегда конкретной, понятной идеологии. Площадка, при ее принципиальном отличии от клуба в том, что она заведомо предоставляется для обсуждения проблем, и несмотря на то, что площадки тоже бывают идеологически заряженными, но, как правило, они носят нейтральный характер и приглашают на эту площадку самых разных экспертов, что в рамках клуба трудно, конечно, представить. То есть правильно ли я понимаю, что в каком-то смысле площадку, которая не является клубом, корректнее сравнивать как раз-таки не с клубом, а, например, с телевизионным или радиоток-шоу с большим количеством участников, где сталкиваются в предположенной позиции? Ну, в какой-то мере, и интересность этой площадки, влиятельность зависит от, прежде всего, ну, скажем так, интеллектуальных усилий ее организаторов и их способности сформулировать интересные, адекватные, острые, резонансные темы и позвать людей, которые, мнение которых имеет хотя бы какое-то значение. Тогда следующий вопрос. А не получается ли в таком случае, что вот если я говорил, что полезен для каких целей, то получается, что дискуссионная площадка, которая не клуб, это достаточно интересная штука с точки зрения условно-медийной, поскольку там сталкиваются точки зрения, могут сыпаться искры и так далее. Но поскольку мы знаем, что в спорах такого плана, как правило, не рождается истина, возможно, что с точки зрения сугубо утилитарной, достижения какого-то консенсуса, какого-то интеллектуального продукта, клуб просто более эффективен. Конечно. Потому что истина рождается не во всяких спорах, а истина рождается в спорах, которые ведутся с понятной целью по заданному сценарию и с установленными правилами. Спор есть не просто драние глотки, размахивание руками и попытка высказать что-то, что у тебя наболело на душе или что свербит твой мозг. А спор, классический спор, он всегда имеет цель. Обсуждаем ли мы, спорим ли мы об аспектах божества или спорим мы о каких-то политических вопросах. Мы хотим понять, как меняется мир, мы хотим понять, как меняется Россия. На это направлены два клуба патриотического направления такого, в которых я принимаю активное участие, и сборский клуб, и тагильский клуб. Отлично. Я предлагаю и об изборском, и о тагильском клубе, поскольку это действительно любопытное явление, поговорить чуть позже. Вот почему. Хочу идти немножечко в историю, но в историю буквально где-то на 5-7 лет. Дело в том, что я уже не знаю, то ли милость Владислава Юрьевича, то ли просто ситуация так сложилась в России где-то в середине нулевых, что где-то в середине нулевых, где-то 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, отчасти 2007 годы, это был рассвет именно тех самых дискуссионных площадок. То есть, во-первых, опять взлетели рейтинги у условного Соловьева, например. Ток-шоу с одной стороны. С другой стороны появились какие-то или политические клубы, или так называемые политические клубы, это философский вопрос. То есть, что-то там было, условно говоря, при Павловском, что-то было при Фадееве, что-то было при Борисе Титове. То есть, можно вспомнить Столыпинский клуб, можно вспомнить клуб 4 октября. В нем принимали участие различные роды видный публицист. Причем, самое смешное, вот из той дефиниции, которая была предложена, насколько я понимаю, клубы у меня, в общем-то, во многом так и не были. Потому что из тех, кто собирался у Титова, там собирались люди с настолько разными взглядами на жизнь, что это, собственно, больше напоминало такой расширенный колоквиум у того же Соловьева, если угодно. Ну, как мне представляется, у Титова, если вспоминать, все-таки был клуб, Столыпинский клуб, который объединял представителей средней и чуть более мелкой, чем средней буржуазии, которая пыталась сформулировать правила игры, правила деятельности, некоторые общие ценности в рамках организации «Деловая Россия». Столыпинский клуб все-таки взаимодействовал с «Деловой Россией» для того, чтобы предложить их государству. Формулировались очень важные вещи и идеи, и принципы, направленные на защиту бизнеса, его именно в сегменте среднем и мелком. И была принципиальная политическая установка, что ставку в России надо делать не на развитие финансового капитала, финансового сектора, а на развитие так называемого... Реального? Да, реального сектора экономики, что, к сожалению, на мой взгляд, было не услышано. А может быть, это вам помешал кризис последних... Последний кризис, который уж не помню, когда был, кажется, в 2008. 2008-2009? Да, в 2008-2009 году. Я бы позволил себе, если честно, усомниться, потому что, насколько я помню, где-то к 2009-му там концепт уже изменился, сам Титов уже пытался... Ну, я не знаю в деталях, я вот видел, я был несколько раз ведущим этих клубных заседаний, то, в чем я принимал участие, у меня именно вот такое впечатление было у Бориса Титова, как у руководителя «Деловой России», у других были ясные установки, они понимали, что они хотят озвучить, они прорабатывали сценарии, в ходе которых озвучивались такие вещи, которые потом можно как-то аккумулировать, систематизировать и передать наверх, а вдруг там наверху увидят. Что касается Фадеева или Павловского, это были дискуссионные площадки, или можно вспомнить еще ЦСКП «Единой России» тоже, которые были созданы в рамках развития попытки Суркова, как я понимаю, развить идеологический багаж «Единой России», разбив ее на три клуба – патриотический, либеральный и центристский. Патриотический клуб – это именно ЦСКП, он связан с именами был… нет, патриотический клуб, извиняюсь, возглавила Ирина Яровая, ЦСКП был связан с именем Андрея Исаева, а либеральный, значит, был связан с именем… Ну, Фадеев был организатор, но фактически там был Плигин, скорее, да, Плигин был лидером партийным, потому что «Единой России» стал таким большим монстром, который все подмял под себя, он, собственно, была решена задача, которая формулировалась в связи с созданием «Единой России», она собрала всю элиту, так называемую, все маломальски, что хоть как-то имело собственность, и имело отношение к власти на всех уровнях России, на федеральном, на местном, на региональном, было подвязано под «Единую Россию». Но идеологии все это месиво не имело, никакой, кроме той идеологии, что вот мы все должны не проиграть страну, потому что страна они воспринимали как свою, ну, как, скажем так, свою инвестицию, самую серьезную. А выяснилось, что с этим далеко не уедешь, что жизнь-то она развивается, развивается капитал, капитал инвестируется в интеллектуальные силы, и выяснялось, что Сурков это чувствовал, что «Единой России» не способна давать ответы современному, современной эпохе, хотя в ней были и остаются, собственно, люди с достаточно сильным интеллектом и опытом, и тот же самый Исаев, человек не последний, скажем так, в сфере политической философии, и Владимир Плигин, пришедший из, по-моему, службы внешней разведки советской тоже еще, и Ирина Яровая, юрист, ну, тоже, прямо скажем, незаурядная женщина по своим каким-то, и как политик тоже, по своим данным. Вот мне кажется, что им была поставлена задача, чтобы они разворачивали это все в какие-то более сложные идеологические бренды. В этом была их задача как не просто бренды, а более сложный идеологический концепт. В этом была их задача как площадок. О, отлично. Тогда у меня возникает вопрос. Это были не клубы, на мой взгляд, а все-таки площадки, которые ставили для себя целью именно формулирование идеологических задач. Ну, вот тут мы очень аккуратно, вот буквально лоб в лоб подошли к следующей части вопроса, которую я хотел задать. Вот после того, как началось вот это всеобщее, так сказать, начали расцветать 100 цветов, где-то в районе... Проблема в том, что они не расцвели. Я вот как раз хотел сказать, что, во-первых, пожаловаться и спросить, а куда, собственно, все-то подевалось-то? И смотрите, вот еще в 2006 году была цветущая сложность такая, что сам господин Розенов бы порадовался, а уже года через три все стало как-то потихонечку выбирать. Это была номературная цветущая сложность, которая была неестественная, она была политехнологически создана, но на безрыбье, как говорится, и она была рыбой, потому что на левом фланге вообще было убожество, и ничего серьезного не было. Только газета «Завтра» во главе с Прохановым являла собой что-то, что интеллектуально, к чему можно было всерьез относиться. Ни КПРФ, ни «Справедливая Россия», вообще какой-то выхухлью себя... Как была, так и осталось. Тесно связала, так и осталось. Был левый фронт еще, который тогда был достаточно маргинален, но в рамках которого действовал, работал Борис Кагарлицкий сначала, потом они его оттуда выжили. Илья Будрайский с Илья Пономарев тот же самый, Гидар Джамаль имел отношение сначала, он пришел к нему. И поэтому на правом фланге тоже так было все полумаргинально, какие-то вот Крылов, Демушкин на нациалистическом крае правой фланге. В либеральном сегменте вертелись, вертелись вечные немцов-гозман-хакамада. В принципе, Единая Россия... Пархоменко тогда еще не примыкал. Там эхо Москвы стало особняком. Это как бы был российский еврейский конгресс. Пархоменко всегда был, есть и остается его руководителем, одним из членов его правления. У них как бы был такой свой особый взгляд из Израиля и Брайтона на Россию и несовершенству ее демократического развития. Я вынужден пояснить нашим дорогим слушателям, что Максим Леонидович, если что-нибудь не скажет по животрепещему вопросу... Не надо пояснять, это неправильно. И то, что я сказал, является не не шуткой, а серьезным политическим анализом. Я не говорю, что это шутка. Почему? Они действовали... Это достаточно сильная, влиятельная лоббистская группа в России, которая всегда имела и имеет свои интересы, которая связана была с Владимиром Гусинским, выросла под его крылом, и которая выросла под крылом Невзлина и Ходорковского, и которая всегда была завязана на еврейскую, русскую эмиграцию в Израиле и в США. Хотя, с другой стороны, это классическая концепция малого народа по Шафаревичу. Нет, это не малый народ по Шафаревичу, это просто абсолютно ясный экономический интерес. Если все руководство бывшего НТВ Гусинского уехало в Штаты, находится там, сидит там, и оттуда, собственно говоря, руководило многими политическими процессами, то тут нет никакого малого народа. Это абсолютно понятные политические, экономические схемы, которые возникли в Ельцинской России. Так, ну хорошо. Значит, мы потихонечку готовимся к маленькой паузе. Вот какой вопрос. Вот то, что Яровая, что ИСФ сейчас, скажем так, не занимается интеллектуальными функциями, а выступает в роли, так сказать, ну, по большому счету, чуть ли не инфокиллеров, ну, не инфокиллеров, это я не точно формулирую, но люди, которые вбрасывают крайне популярные, по крайней мере, с точки зрения медиа, это, так сказать, элит, законопроекты. Вот они, примкнувших к ним железняк, но железняк возник, в общем-то, в каком-то смысле, как чертик из табакерки, а как в Аризону, заметили, именно ИСФ, именно Яровая, это люди, которые давно известны. Ну, и Плигин, который является правоведом, все-таки. Но Плигин при этом ведется крайне аккуратно и не делает резких заявлений. Ну, он человек осторожный, но дело в том, что, смотрите, несмотря на то, что вам кажется это непопулярным, в связи с их деятельностью популярность Государственной Думы выросла по опросам населения достаточно серьезно. Именно активность Ирины Яровой, я считаю, последний год, привела к резкому росту внимания граждан России и государственной Думы. Я что, внимание-то никто не спорит. И популярность, потому что многие люди, да, интеллектуалы, московские или питерские, всегда через губу, всегда с презрением относятся к власти, к тем, кто работает с властью. Но страна в стране очень популярна. Все, что направлено, все, что отдает патриотизмам, государственностью, укреплением властных полномочий и так называемой стабильностью. Меня, между прочим, в этой связи совершенно потряс. Господин Федоров, наш известный социолог, мы с ним обсуждали популярность мер Государственной Думы. То, что в целом, вот откровенно запретительные, наиболее скандальные законы вызывают... Они самые популярные. Ну, не самые популярные, но однозначно пользуют поддержкой большинства. Что меня позабавило... Это объяснимо, потому что те... 15 секунд, прошу прощения. Хорошо, давайте посмотрим. Но что самое любопытное, отдельные, более тонкие инструменты показывают, что, например, закон против курильщиков одобрил большинство даже среди самих курильщиков. Вот на этом любопытном моменте мы сейчас уходим на паузу. Я напомню, что это «Искусство возможно» уже у нас в гостях Максим Шевченко. И снова добрый вечер. Я напоминаю с вами программу «Искусство возможно». Я, ведущий Сергей Ильин. Сегодня у нас в гостях, напоминаю, политолог, журналист, ведущий Первого канала Максим Шевченко. Мы беседуем об экспертных клубах, дискуссионных площадках. И, собственно говоря, мы остановились на популярности или непопулярности последних законодательных мер. При том, что, так сказать, носителями этих законодательных новаций выступили те, кто несколько лет назад являлись лидерами неких клубов, которые создавались по линии различных идеологических течений внутри «Единой России». То есть, возвращаясь к нашей предыдущей теме, правильно ли я понимаю, что в какой момент была дана команда, например, понятно, из какого кабинета, что значит так, вы подумайте, не хотите ли вы, так сказать, вести левую идеологию внутри «Единой России», вы консервативную, а вы, соответственно, Валерий Александрович, относительно... Когда говорят «подумайте», то это уже не команда, а, по крайней мере, предложение. Но я уверен... Мне говорили, что человек, который до последних лет сидел наверху, отличался исключительно куртуазностью преподобного в Харжей. Ну, мне не говорили, я не знаю, чем он отличался. Сурков имеется в виду? Да, разумеется. Я думаю, что он был человеком, судя по тому, что он сделал и того, что он достиг, и очень сильным интеллектуалом, человеком, очень хорошо владевшим искусством и владеющим политического сценирования. И, собственно говоря, еще раз говорю, уход «Единой России» от просто такого банки, в которую собрали все, что только в стране может быть, к политически содержательным каким-то группам, он сам по себе назрел. Ну, это логично. Да, он назрел, потому что страна, ее правящий слой, который в силу определенных обстоятельств стал правящим, случайно ли эти люди были вознесены, криминалом они являются, не знаю, там, коррупционерами, других, другого правящего слоя у, собственно, России не было в 90-е, в 2000-е годы. Все люди были, все люди являются обломками Советского Союза, все, кто наверху, в той или иной степени, и оппозиционеры являются обломками Ходорковский, бывший комсомольский работник. Да, несомненно. И привластные люди, и власти являются бывшими офицерами спецслужб, там, и так далее, и так далее, и так далее. Практически нету там людей, которые находились бы в оппозиции советской власти в советское время. Все эти люди так или иначе сориентировались в тяжелейшей ситуации распада государственной системы в 90-е годы. Я не знаю ни одного бывшего диссидента, который бы так или иначе преуспел в политической системе постсоветской России. Ну, если брать шире, то, допустим, Гавил, если говорить конкретно о России. Нет, постсоветской России. Постсоветской России, наверное, нет. Не западной, восточной Европы. Можно таковым единственным можно считать Глеба Павловского, но и в конце 80-х многие говорили о том, что он заключил определенный компромисс с советской системой. Продал душу дьявола. Ну, я не считаю, что он продал, я считаю, что он был последовательным человеком-сердером. Нет, я хочу подчеркнуть, я излагаю не свою в данном случае. У многих из которых сегодня мы по-прежнему видим в роли политиков партии власти. Яровая и Исаев. Нравится вам партия власти или не нравится? Я сейчас говорю абсолютно технологически. Я понимаю. Технологически это все сработало. Кто-то отсеялся, выяснилось, что он может только блеять и деньги считать. А кто-то, понимаете ли, вырастает на самом деле в публичного политика. Но это, между прочим, довольно любопытный момент. Тут я полностью соглашусь и мы поймем друг друга даже не как Дурадич, как два телевизиончика. Потому что, когда я работал на РЕН-ТВ, для того, чтобы обеспечить объективность картинки, мы хотели, разумеется, в любой сюжет, где представлено несколько мнений, позвать депутата Единоросса. И тут выяснилось, что депутат Единоросс, который умеет по-человечески говорить... Человек пять было всегда. Да дай бог, я бы сказал, человек пять. Там Мединский и рука застывает. Нет, ну почему? Исаев, Мединский, Яровая. Это 2006 год тогда. Многие из них, могу сказать, проснулись, как публичные говоруны, деятели в моей программе, судите сами, которая тогда была такой, в свою роду такой публичной площадкой. Да, разумеется, Я даже чувствую, что это позиционирование. Собиралось человек десять, двенадцать иногда бывало. И было ясно, кто умеет говорить, кто не умеет говорить. Единороссы, коммунисты. Знаете, вот вообще во всех партиях есть такая проблема. В КПРФ таких людей, которые могли говорить... Да тоже не больше десятков. Ну, Зюганов, естественно, Мельников. Кашин какой-нибудь, естественно. Нет, кстати, нет, не Кашин совершенно. Зюганов, Мельников, потом еще был очень интересный из Орехова-Зуева, забыл просто, он такой очень интересный как бы и предприниматель, и коммунист одновременно, такой левый предприниматель. Молодые ребята были, единороссы, буквально по пальцам тоже. Ну, Володин тогда был сильным полемистом, который тогда приходил ко мне тоже. Исаев, Яровая, Мединский, еще было несколько человек. Ну, условно, Фадеев и Дугин, которые для начала не депутаты. Партийные, да, не партийные. Из ЛДПР это был Жириновский. И до времени метрофонов пока не ушел. И Справедливая Россия, ну, Пономарев, который тогда был членом Справедливой России. Ну, собственно говоря, список был невелик. ВСР, я что-то вообще, если честно, не припомню хороших спикеров, на самом-то деле. Оксана Дмитриева, конечно, очень сильной была. Ну, это довольно редкий случай. Галина Хованская. Вот, как ни странно, это люди не очень шумные, не фриковатые, но при этом очень содержательные. Что вообще не характерно, насколько могу судить, для нашей политики. У нас, собственно, повестка политики формировалась с одной стороны, глядя на Жириновского и вообще на какие-нибудь там первые составы Государственной Думы. Повестка на Жириновского не может формироваться. я имею в виду не повестка, а внешний вид. Внешний вид. Это Жириновский ориентируется на повестку довольно удачно. И является тем, что в медицине называется провоцирующим препаратом. Да, разумеется. Когда надо выявить острую фазу болезни, чтобы кризис как можно быстрее прошел. Это так даже в медицине называется. То делают инъекцию Жириновского, понимаете? Да, и потом смотрят, как происходит реакция организма. Если резкое отторжение, то ладно, этим мы, пожалуй, лечить не будем. Я понимаю. Вот, ну, хорошо. То есть, правильно ли я понимаю, что вот тут напрашивается, казалось бы, что а вот ушел Сурков, а вот пришел Володин, но на самом деле это абсолютно не так, потому что, если говорить об этом, то это произошло все при Суркове. То есть, сначала действительно сто цветов расцвели, там какой-нибудь там правый клуб с Ремезом еще очень давно, консервативный клуб, но это такие уже маленькие клубы, скорее, ну, вы знаете, тут смотрите, вот я как сейчас вижу, какая разница. Ну, во-первых, как я понимаю, все-таки бюджетные расходы сейчас совсем другие, сейчас совсем по-другому считают, чем при Суркове. То есть, при Суркове все-таки огромные деньги тратились на политическую жизнь в стране и на развитие, на проекты, поддержку политических дискуссионных проектов. Кто бы что ни говорил, там какая-то железная рука, то есть, имеется до насодержательную часть, железный занавес, но экспертное пространство, которое создал именно Сурков, оно было огромным просто. В левом сегменте, в правом сегменте. В принципе, свобода было достаточно много в дискуссиях. То есть, на эти максимальные рамки, чтобы включить всех, кроме совсем откровенных маргиналов, ну и даже маргиналы, понимаете, получали какие-то... Ну, маргиналы, условно говоря, не те, которые там с дубинами. Ну, в общем, вот все эти там россказни про какие-то запреты массовые, я вам честно скажу, что я этого совершенно не ощущал, куда не придешь, везде десятки людей. Сейчас просто политика стала побеждать политтехнологии, поэтому резко сужается пространство вообще, как бы вот группы, люди стали размежевываться. И болотное, и поклонное очень сильно поляризовал людей. При Суркове было как? Пусть расцветает сто цветов, но на поляне огорожены флажками, скажем так. На поляне огорожены флажками, и все, как говорится, в одной банке, понимаете, всех надо держать в одном кульке. Всех абсолютно. Но кулек-то развалился, банка лопнула, банка рассыпалась. Проявилось достаточно жесткое внутреннее политическое противостояние, которое в частности формализовалось и в судебных исках по отношению к представителям оппозиции. Началась настоящая политическая борьба. Политическая борьба, когда уже цена является жизнью или свободой человека, она не может вести в рамках политтехнологий. Она все-таки должна, политика должна доминировать. Я считаю, в России вернулась политика, и это резко сузило вот это вот экспертное пространство, вынудив его быть более политически ответственным. Отлично. Так, я прошу прощения, у нас на связи генеральный директор медиахолдинга, эксперт Валерий Александрович Фадеев, который принимал участие и в тех мероприятиях по крыльям Единой России в свое время, и, насколько я понимаю, принимает сейчас. Валерий Александрович, добрый вечер, вы меня слышите? Добрый вечер, да, слышу. Вот, мне хотелось бы поинтересоваться вас, мы беседуем с Максимом Шевченко, обсуждаем вопрос политических клубов, и мы вспоминаем вот, собственно, то, что было лет пять назад, допустим, в Единой России, вот несколько, так сказать, клубов по интересам, условно говоря, либерально-консервативной. Ну, не по интересам все-таки, а по направлениям, по дискурсам. Вот, один из которых вы возглавляли. Вот, он считает, что эта программа, с одной стороны, была свернута досрочно и напрасно была свернута досрочно, при этом дала... Я так не говорил. Я не считаю, что она была свернута досрочно, и я не говорил слово напрасно. Вы напрасно так меня интерпретируете. Я считаю, что все три клуба сыграли свою существенную роль, они выявили в каждом сегменте людей, через них было пропущено очень большое людей, пропущено очень большое количество людей, которые способны выступать не политтехнологическими куклами, а самостоятельными политиками в каждом своем сегменте. Спасибо. Так вот, Валерий Александрович, я что хотел у вас спросить. Во-первых, какова ваша оценка тех событий, раз, совпадательно с оценкой Максима Леонардовича. Во-вторых, насколько я понимаю, и сейчас идут какие-то движения. То есть я помню, что в «Президент-отеле» где-то месяц назад было собрание именно связанное с либеральной платформой в «Единой России». И что можно вообще сказать о дискуссионных площадках и интеллектуально-экспертных клубах в России в последние годы? Прошу прощения, что такой общий вопрос. Да. Что касается оценки Максима, я с ней совершенно согласен. И вот эта работа по развитию клуба 4 ноября, которую мы вели, она даром не прошла. И даже в регионах, хотя работа зачахла на какое-то время, тем не менее, в регионах она продолжала вестись, ведь мы создали более 30 отделений в регионах. Когда мы проводили в «Президент-отеле» мероприятие, первое фактически широкое мероприятие «Либеральной платформы», там было 400 человек, понимаете? И депутаты Государственной Думы, и интеллектуалы, и журналисты, и академики, и это, в общем, рядовое мероприятие вызвало очень большой интерес. Ну, огромное количество народа. Я просто спустился из своего офиса, вот зашел и просто к вам не стал подходить. Вы были очень заняты, но народу было действительно не злое количество. Это прямое следствие, во-первых, той работы, которую мы вели, а во-вторых, того обострения, о котором, как я понял, говорит сейчас Максим. Ну, конечно, поляризация произошла же политическая в обществе, резкая политизация жизни. Абсолютно верно. И вот сейчас я участвую в дискуссии, извиняюсь даже, в общем, в таком смысле, в борьбе вокруг экономической политики. Экономика-то встала, и старые идеи перестали работать. И те люди, которые держат в руках идейную власть, держат в руках смыслы, по крайней мере, в части экономики, они теперь препятствуют новому пониманию экономического развития, новой политике. Они просто мешают. Это содержательная работа. Это не клуб по интересам. Это настоящая политика. Смотрите, что сейчас произошло вокруг конфликта СМЕРШ кестапо Гозмана и высказывание скайпиды по поводу абажуров. Вы же видите, конечно, какая жесткая борьба. И это уже... Это не клубы по интересам. Это другое. А я вот как-то про абажуров пропустил, что там было. Госпожа Скойбеда выяснила, она сообщила, что ударение нужно ставить именно таким образом. Настолько разозлилась на Гозмана, что сгоряча то ли она, то ли за нее поставили под заголовок на сайте, правда, комсомольской газеты. А все-таки можно пожалеть. Было сказано, что не понаделали абажоров из родственников и предков господина Гозмана. Какое ужасное. Ну, это обсуждается уже и везде. Ну, я вот что-то слышал, но никто не цитирует. Все говорят, что Скойбеда скайпиды. Ну, я на слух, разумеется, но и на память. Ну, в общем... Понятно. Госмана бедного пнуть всякий рад, что он там с мертвых гестапо сравнивает. Ну, понимаете, такое дело. С СССР более точно. Ведь в чем смысл этой борьбы? Я нисколько не защищаю Скойбеду. И я в тот же день залез на сайт комсомолки, увидел эту фразу. Она, конечно, жуткая и неправильная. Но в чем смысл борьбы? Вот Путин недавно выступил с инициативой создать единый учебник истории. И, в общем, на него набросились. Публика, известная публика на него набросилась. Та самая, которая держит в руках идейный дискурс. Так вот, учебник-то истории на самом деле уже есть. Он, может быть, не напечатан, не существует в физической форме. Но он существует доктринально. И, ну, вот, скажем, если вы не считаете, что Сталин и Гитлер это одно и то же, одинаковый злодей, тогда вы сразу оказываетесь немножко на обочине. Вы какой-то уже немножко фашист, наверное, или вы немножко мракобес. Вот вокруг чего сейчас идет мощнейшая борьба. То есть борьба, Валерий, идет между борьбой за нацию, за национальное развитие и между космополитическим, условно говоря, подходом к стране, который выразил Ходорковский в свое время в своей статье в «Экономисти», что Россия является пространством между Европой и Китаем. Ну, я к этому отношусь мягче, скорее в духе Достоевского. Борьба между западниками и починниками. Ну, все-таки Достоевский в своей знаменитой пушкинской речи призывал объединиться и тех и других вокруг России все-таки. Я бы не стал здесь вот жестко, и когда я говорю «западники», я здесь не привношу политического осуждения. Ну да, это такой менталитет. У них точка зрения, что Россия должна встраиваться. Вот смотрите, вот я, допустим, вас, я вас всегда видел западником, но патриотом России. Это не так. Я, безусловно, починник и, безусловно, либерал. Но вы при этом... Я уж точно не западник. Ну, хорошо, ладно, хорошо, давайте перефолируем. То есть либерал, но патриот России, правда ли? Да, именно так. В этом смысле починник. В этом смысле, да, западник, ведь в старых понятиях, допустим, Герцин, он себя считал западником, но Герцин же был патриотом России, Герцин же любил Россию. Именно это имел в виду Достоевский. Именно так надо пытаться объединяться, понимаете? Вот если вы называете меня как либерала западником, то я с этим соглашусь, да, конечно, да. Но объединение возможно только на российской почве. Я... Понимаете, если мы становимся на нашу почву, то все уместны. Либералы... Конфликт описан абсолютно точно. Вот я могу согласиться с Валерой Лисачем. Простите, что я вас перебиваю. Это именно так и есть. Это те, вот еще раз повторюсь, кто считает, что Россия имеет свое будущее как суверенная нация, как страна суверенной демократии, и те, кто отказывает в этом стране, нации и так далее, и так далее, и так далее. Да, именно так. И в этом пространстве уже, возможно, дискуссия между левыми, правыми, возможно обсуждать разные сценарии и стратегии развития страны, но только развитие, настоящего развития. Отлично. Ну что же, большое спасибо, Валерий Александрович. Я напомню, у нас на связи был Валерий Александрович Фадеев. Собственно говоря, я хочу сказать, что именно этому мы, наверное, посвятим после небольшого перерыва заключительный блок нашей передачи, именно тому, что то, о чем говорил Валерий Александрович, известный дискурс от известных людей, но это после короткой паузы. Я напомню, что это «Искусство возможно». Я ведущий Сергей Ильин, и с нами наш гость Максим Шевченко. Последний блок «Искусство возможно» на сегодня. Я ведущий Сергей Ильин, у меня в гостях ведущий Первого канала «Политолк и журналист» Максим Шевченко. Только что мы были свидетелем довольно темпераментного, я бы сказал, выступления господина Фадеева, где он говорил об известном дискурсе, об известных людях. Тут мы, кстати, возвращаемся к той теме, которую я хотел затронуть чуть пораньше. Вот у нас несколько раз затрагивался вопрос экспертов. То есть, понимаете, с одной стороны, допустим, приходит Александр Николаевич Привалов и говорит, эксперт, да у нас этих экспертов в России, собственно говоря, очень мало. Те, которые очень узенькие есть, а больше не факт. Потом приходит генерал-лейтенант СВР в запасе решетников и говорит, ну, как, говорит, те, которые в погонах или бывшие в погонах, если бывшие бывают, те, может, и эксперт, насчет остальных не знаю. При этом Максим Юрьевич Соколов, допустим, говорит, что, ну что, если эксперты, говорит Максим Юрьевич, это консервативные эксперты, лучше им от греха больше трех не собираться. Вот я высказал несколько точек зрения, которые реально звучали в этой студии. И вот что мы можем сказать, на ваш взгляд, по этому поводу, ваша точка зрения? Ну, я не комментирую мнение этих трех людей, потому что просто я не знаю, в каком контексте они были сказаны. В контексте, что происходит в России с экспертным сообществом? Вопрос задавался почти один и тот же. Ну, тогда этот вопрос такой ко мне. Можно я не буду комментировать ни Решетникова, ни Соколова, ни Привалова? С экспертным сообществом в России происходит то, что происходит с ним в любом обществе, которое ищет путей развития, которое ищет цели полагания, которое располагает бюджетами на финансирование экспертной деятельности. Экспертам ставятся, собственно говоря, две задачи. В чем проблема и как эту проблему решить? Два вопроса. Это два главных эксперта, связанных между собой вопроса. Естественно. Что и как? Люди отвечают на этот вопрос. Кто более внятно отвечает, более четко, более толково, более объективно, быстрее, яснее, доходчивее, тот и слышен. Собственно, борьба экспертов ведется за право быть услышанными властью. И иного смысла у экспертов политических просто нет. То есть, правильно я понимаю, что если говорить цинически, эксперт, который говорит на публику по телевидению, просто зарабатывает себе репутацию для того, чтобы говорить на власть, а не, как многие думают, наоборот. Вы понимаете разницу? Эксперт, который говорит на публику по телевидению, в частности, уже влияет на... Может повлиять, если он скажет четко, быстро, ясно, внятно, на мнение власти, на мнение страны. Но тут же есть совершенно другая точка зрения. Телевидение это вообще не инструмент экспертизы. Телевидение это инструмент пропаганды. Разумеется. Но нет ли обратного ощущения, что там связь прямо противоположная? То есть, если человек каким-то образом сумел убедить власть в том, что его взгляды полезны, его просто спокойненько отправляют, так сказать, вещать на публику. Понимаете, да? Ну, так я не уверен, что есть такая прямая связь. Потому что власть прекрасно понимает разницу между тем, кто может написать толковую аналитическую записку, проанализируя все. И пламенно сказать перед публикой. И, да, публичным оратором там или, скажем так, проповедником. Да, разумеется. То есть, это совершенно как бы разные работы. Я понял. Так, и тогда возвращаясь к теме. Вот можно ли, грубо говоря, скажем так, экспертные движения, объединения и так далее, как-то классифицировать? Вот когда Фадеев говорил об известном дискурсе известных людей, мы все понимаем, о чем это речь. Можно ли говорить, что, грубо говоря, на сегодняшний день у нас можно поделить все интеллектуальные объединения и все площадки на три части, если площадки более-менее диалогизированы? Это или нечто делается с подачи, с попущения, соизволения власти, или то, что делается или по прямому финансированию, или что-то в этом духе, условно говоря, с Запада, или некое самозарождение. Вот можно ли так говорить и бывает ли вообще самозарождение? Самозарождение не бывает. То есть, что здесь не бывает или первое, или второе? Потому что экспертная работа, она достаточно дорогостоящая, она оплачивается, это серьезная интеллектуальная работа. Главное в экспертизе, публичной, политической или какой-то, даже и закрытой, это заказчик. Нет заказчика, нет экспертизы. Пиши себе в благосфере. Благосфера или Твиттер, или Фейсбук, или ВКонтакте, это же не экспертиза никакая, а это просто высказывание. То есть, если рассуждать цинистично, я прошу прощения. У экспертизы всегда есть заказчик. Тот, кто заказывает тебе экспертизу. Так, хорошо. А клубы и круглые столы, они тоже имеют... Это, конечно, продукт, конечно, те, кто выделяет на них средства. То есть, вы считаете, что, грубо говоря, если власть помогала от клуба 4 октября? Власть не просто помогала, а власть финансировала его деятельность. Но это не афишировалось, скажем так. Да почему же не афишировалось? Это был клуб «Единой России», при «Единой России», который был властным. А, я, наверное, перепутал с Серафимовским, еще одним клубом. А, Серафимовский клуб? Или вот это был действительно кружок поинтересу? Серафимовский клуб? Нет, почему любопытно. Там тоже финансировалось властью, по крайней мере, кремлевскими людьми какими-то финансировалось. Ну, это нормально, когда люди, имеющие деньги, люди, имеющие власть, нуждаются в обратной связи, в таком фидбэке на свои какие-то действия или заключения. Причем, чем жестче и откровеннее, на мой взгляд, будет вот это заключение, а не в стиле там «Вы, ваше величество, гений, и со всей прямотой хочу вам сказать, все, что вы не делаете, вы, извините за выражение, делаете хорошо». Вот такие заключения, на мой взгляд, власти не нужны, если она психически нормальна. Власти также не нужны заключения типа, ну, любому заказчику они не нужны. Что у вас все плохо закрывает злобочку. Да, что вы идиоты, то, что вы вот придумали это маразм, и то, что вы собирались делать это... Ты еще, наверное, ворвете. Полный кретинизм, да и вообще, да, давайте там вот, такой тоже не надо. Нужна экспертиза, это достаточно сложная профессия, тем более политологическая экспертиза. Это не просто бла-бла-бла, вы знаете, думаю, что Путин должен быть сильным правителем, а оппозицию надо разгромить. Это не экспертиза. А не Путин должен быть слабым правителем? Да, или другой, там Путин должен быть слабым, а оппозиция должна победить. Это тоже не экспертиза. Экспертиза – это объяснить с какими смыслами, еще раз, Это ответ на два вопроса. В чем проблема и что делать? Вот из этих двух вопросов является цель и полагание. Стратегия. Цель любой экспертизы, итоговая цель, это стратегирование. То есть правильно ли я понимаю, что либерально-медийная тусовка, условно говоря, для экспертизы плоха не потому, что она идеологически вам не нравится, допустим, а потому, что она на роль осуществления экспертизы просто не подходит с точки зрения профессиональной и интеллектуальной подготовки? Идеологически не нравится. И это для меня главное. Но они при этом еще, условно говоря, не профессиональные. Они вполне, там есть очень сильные профессионалы. С точки зрения производства экспертизы, а не с точки зрения... Очень сильные профессионалы. Просто они публичное пространство, допустим, доклады Немцова, там, Путин, про Путина, это никакая не экспертиза, это пропаганда. Я думаю, что записки экспертные, которые они писали, достаточно были профессиональные и достаточно эффективные. То есть люди просто, грубо говоря, мигрируют в другую профессию из экспертизы и анализа в жесткую пропаганду, да? Да, это совершенно разные типы деятельности. А у людей, которые хотят взаимодействовать с властью, желают сохранения России и так далее, есть возможность разделить эти две специальности? Или они тоже зачастую слишком перетекают на другую? Абсолютно технологические вещи, которые связаны не с ментальностью, а просто со способностью, ну, скажем так, отделять масло от хлеба. И то, и то еда, но разные типы еды. Это просто технология. Нет, это методологическая технология. Надо уметь выстраивать пространство, ну, скажем так, пространство проблемы, проблематизация, из него выделять нужное, ненужное, выделять ядро смыслов. Это ядро смыслов формулировать и разбивать его на вопросы, вопрошания. Плюс к этому, если ты занимаешь, если ты делаешь экспертизу своим бизнесом, тебе надо еще уметь это продать, получить заказчика. Это достаточно сложная профессия. Маркетинг – это самое сложное, собственно, в любом бизнесе. Произвести это сложно, но если ты не можешь этого продать, то... Это основано на личных отношениях, на приятии или неприятии тебя как человека, на твоем способе говорить, общаться, мыслить. А не только на том, что ты такой умный и поэтому тебе денег должны. Ну, да, если ты такой умный, тебе денег должны, это Перельман, и денег не бери, условно говоря, наверное. Так вот, теперь, наверное, имеет смысл... Я не понял смысла этой вашей фразы. Ну, есть, соотношение между умными и деньгами. Я привел пример Перельмана, который умные, ему неожиданно дали денег, он неожиданно отказался. Потому что, в принципе, если ты такой умный, он такой богатый... Ну, Перельман еще и парадоксальный, помимо того, что умный, как и Бобби Фишер. Математика, 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 скажем аккуратно. Так вот, и вот теперь давайте быстренько пройдемся по нашим вот новым, так сказать, и новейшим клубам. Если, может, для начала два слова о Валдайском клубе, поскольку мы пытались пригласить их представителей сегодня по телефону в эфир, но у нас это не получилось, они не захотели или не смогли? Вот, господин Роженов, я вот был на одном заседании Валдайского клуба по Ближнему Востоку, который проходил в Марокко как раз не так давно. Но могу сказать, что это было исключительное мероприятие, его организовывало руководство Валдайского клуба, который, как мы знаем, создан РИА Новости. Вместе с Институтом Востоковедения, и я так понимаю, что при участии Министерства иностранных дел России. То есть, видите, здесь все-таки РИА Новости это государственное мероприятие. Кстати, Институт Востоковедения тоже государственный институт. И оказалось, что на этом мероприятии, которое было посвящено арабской весне и проблемам взаимоотношения с исламскими партиями, движениями, именно Россия, именно Валдайский клуб смогла собрать самых разных воюющих порой между собой представителей разных движений. Я утверждаю, что ни США, ни Евросоюз не смогли бы собрать за одним столом такую публику, чтобы там были шииты, суниты, салафиты, хизбалла, иранцы. Причем это все очень тяжело делалось, потому что, допустим, Марокко не имеет с Ираном дипотношения, они официально разорваны. Надо было добиться, чтобы иранцев пустили в Марокко. Виталий Вячеславович Наумкин, директор Института Востоковедения, я знаю, лично просто объехал десятки людей на Ближнем Востоке, уговаривая их приехать. Мусульман, христиан и так далее. Это мероприятие имело огромное значение для внешней политики России. Валдайский клуб давно уже превратился не в экспертное сообщество, а в инструмент внешней политики России, причем очень эффективный инструмент. То есть, правильно ли я понимаю, что вы сейчас разрушили два довольно устоявшихся мифа? Первый миф, что если бы этих малопонятных политологов не любил бы Путина, они бы вообще уже давным-давно перестали собираться. Еще раз говорю, Валдайский клуб по Ближнему Востоку, которым я участвовал, это не то же самое, что Валдайский клуб с участием политологов. Это было мероприятие, на которое позвали политиков с Ближнего Востока, в том числе из парламента, в том числе из Египта, с салафитских партий. Клуб это же все-таки, в первую очередь, члены клуба, а не только... Это меня самого поразило. Нет, это были не члены клуба. То есть, там, по-моему говоря, не было Злобина, не было Рара? Никого там не было. Там были именно... Он был именно посвящен Ближнему Востоку. Он назывался Валдай Ближний Восток. Очевидно, это какой-то филиал просто клуба, может быть. Нет, а кто был из... Меня, допустим, трижды звали... Ну, были представители РИА Новости, замгендиректоры РИА Новости был. И, по-моему, все. Об остальном был Институт Востоковидения. Представлены были послы бывшей Российской Федерации на Ближнем Востоке, выдающиеся наши дипломаты Петр Стегний, Андрей Бакланов, понимаете, с российской стороны. Думаю, меня позвали тоже, зная мою позицию и определенную, как бы, ну, и известность на Ближнем Востоке тоже. Поэтому цели, мне были понятны, которые поставлены. Россия себя зафиксировала собранием такого рода. Я видел, как от зависти вытягивались физиономии американцев или европейцев некоторых, понимаете. Не могут они сегодня за одним столом собрать Хизбалу, Хамас, там, Салафитов и, условно говоря, там, не знаю, Друзов, например, из Ливана. Не могут, их не будут слушаться. Разумеется. А Россию все слушают, и это очень серьезный момент. Я никогда не был, хотя меня трижды звали на Валдайский клуб, вот, большой, там, где встречаются с Путиным. Ну, потому что мне не всегда понятен формат, хотя, наверное, интересно было бы попасть туда, но как-то мне не складывалось. Ну, ладно, боксим с Валдайским клубом. Это все-таки мероприятие, которое уже проходит почти 10 лет, а у нас со своей стороны осталось 10 минут. Я думаю, что, да, его задача уже давно носит характер публичного озвучивания позиции президента. Это главная, собственно, встреча с Путиным или с Медведевым. Публичное озвучивание позиций перед российским или западным. Понятно. При этом нужно заметить, что если Валдайский клуб остался, то формально куда более пафосный мировой политический форум в Ярославле, судя по всему, просто совершенно спокойно сошел на нет. По ему большому сожалению, этот вопрос мы сейчас обсудить не можем, поскольку у нас еще осталось как бы два новейших клуба, так сказать, патриотической направленности. Мы уже поговорили до какой-то степени об Изборском клубе под руководством Александра Андреевича Проханова. Вот мне бы хотелось тогда, если можно подумать, что объединяет и напротив того разделяет, допустим, чем различаются Изборский клуб и Валдайский. Более подробно поговорить о Валдайском, поскольку это как бы совсем некое новое явление. В смысле, Изборский и Тагильский вы имеете. Тагильский, прошу прощения, Изборский и Тагильский. Да, но чем различаются, это понятно. Все-таки Изборский клуб возник, несмотря на то, что первое заседание было в Изборске. Александр Андреевич Проханов был его духовным инициатором таким, все-таки возник в Москве. Ну, понятно. А Тагильский клуб возник на Урале. Его инициатором создания был палпред, как я понимаю, Игорь Халманских. Палпред президента в Уральском округе, который выдвинулся в ходе борьбы политической зимой 2011 года в Москве. Когда была Поклонная, Болотная и все такое прочее. Поэтому он носит скорее такое региональное значение, Тагильский клуб. И он возник из самого промышленного региона России, как некий голос этого промышленного региона. Голос промышленного, не то чтобы капитала, а может в каком-то мере и промышленного капитала тоже. Главная проблема России, Валерий Фадеев не проговорил это в экономике сегодня, это конфликт между финансово-спекулятивным капиталом и капиталом, который опирается на реальное производство. Кстати, еще один момент. На реальный труд. О котором он забыл еще в рамках деловой России, да и по-моему вы забыли. Я вот себя поставил пометку еще полчаса назад. Есть же реальный капитал, реальный, но сырьевой, который, как правило, в общем-то финансовый есть. А вот еще тогда решила... Секундочку. Есть четко совершенно сырьевой капитал, он так или иначе промышленный капитал. Есть капитал, есть деньги, которые делаются деньгами, спекуляцией, оборотом, перезакладом. А есть деньги, которые связаны с трудом. Да, на Свердловском я не хочу это самое... Я считаю, что появление Тагильского клуба, это просто такое впервые за долгое время, почему я с таким энтузиазмом на это откликнулся, поехал в Тагил и принял участие. Потому что сама постановка вопроса сказала мне, что Россия как бы выходит из такой одури нокаута, который она получила в 90-е годы, и что промышленный капитализм опять в России ставит вопрос о своем возвращении в политику, где последние десятилетия полностью господствовали монетаристские институты, конечно. Минуточку, минуточку. Если я ничего не путаю, вы же у нас мыслитель левой направленности, а если мы говорим о капитализме... Ленин тоже говорил о капитализме. Ленин, если вы знаете, говорил, что и это позиция Маркса и Каутского, что без развития капитализма невозможен социализм. Нет, капитализм у нас уже развелся, но даже насколько... Ленин даже говорил, что социализм невозможен без госкапитализма. А, то есть вон вы куда клоните, если я правильно понимаю. Ну, я совершенно не сторонник марксистского социализма. Я сторонник социализма, который сочетает в себе политический субъект истории, нацию и, скажем так, некие аспекты социализма, а именно принудительные направления части волового национального продукта на развитие нации как субъекта истории. Образование, здравоохранение, науки, культуры, инфраструктуры. Вот эти пять составляющих. Это, насколько я понимаю, что это тонкая грань между действительно какими-то социалистами, какими-то там американцами поствоенного времени, да и англичанами поствоенного времени? Нет, здесь тонкая грань. Здесь есть совершенно четкий классический конфликт, который возник в 20 веке в мировой политике, который был скомпрометирован расистскими и античеловеческими взглядами Гитлера, но конфликт между национальным социализмом, который был во многих странах, в том числе во Франции, в Испании, в Венгрии, который вообще-то шествовал по планете, и финансово-монетаристским капитализмом, который доминировал... Атлантизм, атлантический. Да, он, собственно говоря, достаточно естественным являлся. Марксистский социализм, который на самом деле оказался в изолированной ситуации, он просто, отрицая частную собственность, не мог способствовать развитию капитала как такового. Капитал становился инструментом в руках госбюрократии, которая действовала якобы от политических позиций левых, на самом деле становясь все менее и менее правой по своей сути. Я, кстати, прошу прощения, просто чтобы не путать уже наших читателей. Правильно ли я понимаю, что именно к этому относились ваши ссылки на Юнгера и Хайдеггера? Хайдеггер и Юнгер, конечно, именно к этому относились мои ссылки. Я могу вспомнить также Джузеппе Джентили и других выдающихся, Бернардо Крочи, других выдающихся представителей интеллектуальной мысли, скажем так, которые пытались соединить. Работали, задумывались над проблемой освобождения труда, освобождения человека, но при этом не разрыва человека с его национальными корнями, культурными корнями, конфессиональными корнями. И главная задача их была, это, конечно, недопущение доминирования спекулятивного банковского финансового международного капитала космополитического над странами, над народами, над нациями. А, кстати, как вы думаете, вот когда господин Холманских даже не начал свои действия, вот первое его выступление на прямой линии с Владимиром Путиным в декабре, а когда он начал организовать движение за права защиты человека труда, я имею в виду не вот месяц назад, а не этой зимой, а зимой 2012 года, вот насколько, так сказать, в какую сторону шли его мысли, так что сейчас они довольно легко, даже с технологической точки зрения, разворачиваются в то направление, о котором вы говорите. Я думаю, что это было то, что Ленин называл политическим инстинктом рабочего класса, потому что терпеть дальше было невозможно. Возможно, эти люди не владеют философским или политэкономическим багажом, возможно, они не читали второй том капитала, а может быть, даже первый не читали том капитала и не слышали даже об этом. Но инстинкт человека, занятого в производстве, в том, что его жизнь обессмысливается, что он сколько не работает, он становится приложением к машине, а перестает быть человеком, потому что труд, теряя, собственно говоря, важнейшую свою функцию, труд является источником производства смысла развития. А когда смысл развития зависит от бюджетов, которые создаются деньгами, не имеющим под собой подоплеку труда, а которые просто вот, как бы вот, я прихожу там, я крупный банкир, я могу купить какое-то количество вооруженных людей. Я вот говорю, то, что сегодня стоило тысяча, завтра стоит, считайте, что 10 миллиардов. Вот я выпускаю 10 миллиардов бумажек, которые не обеспечены ни трудом, ни производством, ничем. Просто моей абсолютно диктаторской, тоталитарной, банкирской волей и моим сговором с какими-то правящими бюрократиями, бюрократическими элитами. Смысл жизни людей уничтожается. Получается, что работа, труд превращается в унизительную тяжелую работу. Единственным смыслом, который остается просто заработок себе пропитания. Но никогда, сколько бы ни работал человек, сколько бы ни работал рабочий, он никогда не сможет достичь тех вершин потребления, которых достигают менеджеры, журналисты, эксперты, живущие на придворах вот этих вот финансовых алигантов. И что-то журналистов, это, наверное, все-таки скорее, чем придворах. Ну, журналисты разные бывают. Поверьте, я много в своей жизни ничего увидел. Нет, я понимаю, но я, например, сейчас вот после передач поеду разбираюсь с человеком, который мне кладет полы, и у меня такое ощущение, что он зарабатывает. Ну, не больше меня, конечно. А это разные вещи. Вы являетесь, ваш труд является конкретным воплощением в вашей жизни, которое является единственной ценностью, неотчуждаемой от человека, собственно, является его жизнь, является время. Вы, тратя свое время, обменивая свое время каким-то квалифицированным способом на деньги, на самом деле, под этими деньгами подразумеваете, что они вами заработаны, вашей жизнью, это плата за вашу жизнь, которую вы пожертвовали, допустим, хозяину радиостанции или там людям, которые владеют радиостанцией. Поэтому, когда вы платите частью своей жизни, которая и имеют символическое выражение в деньгах рабочим, который кладет вам полы, денежный оборот между вами, он естественный, человеческий. То есть, грубо говоря, это два человека труда. Два человека труда. То, о чем говорилось на Тагильском клубе. Но представьте себе, что ваша жизнь, она бессмысленна, потому что сколько бы вы ни работали, еще раз говорю, вы никогда не сможете, ваш труд не будет оплачиваться столько, сколько может заработать, произвести денег банковский спекулянт. Или бюрократ, который в сговоре с банковским спекулянтом, который утвердит эмиссию на триллион долларов. Я услышал, я прошу прощения. Понимаете, вот эта вот эмиссия, свободная, неконтролируемая эмиссия, сговор космополитической бюрократии с космополитическими банковскими олигархами, есть главная угроза человечеству. Инстинкт Халманских и тех, кто его поддержал, был выступить против этой угрозы, которая обессмысливала человеческую жизнь, в частности, жизнь человека труда. В частности, жизнь человека труда. И на этой, совершенно неожиданной после вот этого эмоционального, довольно пессимистического монолога, оптимистическая, последняя нота оптимистичная. И на этом мы заканчиваем программу «Искусство возможно». С нами был Максим Шевченко. До свидания, до встречи через неделю. Продолжение следует...